Всем привет, с вами Евгений, вы на канале магазина Airsoft Rus, и сегодня мы посмотрим на линейку приводов CAD от компании Arcturus. CAD переводится как Combat Artisan Tactical, и похоже это тот случай, когда производитель решил внести какие-то инновации в обычные AE-привода. Мы, конечно, посмотрим и на сами инновации, и на то, как они работают, но прежде я должен сказать, что в серии CAD есть еще, так сказать, подсерии. Это линейка Explore, на которую мы сегодня и будем смотреть, и это линейки Versatile и Legend, которые пока не успели попасть ко мне в руки. Фишка серии Legend в облегченном скелетном ресивере, а фишка Versatile в сменной шахте магазина для того, чтобы вы могли по настроению использовать разные типы магазинов. При этом у всех трех подсерий есть общие фишки в виде облегченной конструкции, складном и при этом телескопическом прикладе, сплит-гирбоксе и механической регулировки предзвода пружины. Чего? Нет, вы не ослышались, ребята из Arcturus с помощью регулировки секторной шестерни реализовали возможность, по сути, регулировки начала цикла для одиночки или для первого выстрела, если мы говорим про очередь. Звучит немного сложновато, я все объясню, но начнем с базы. Итак, у меня сейчас на руках два привода из этой линейки, которые друг от друга отличаются длиной цевья и дульным устройством. Комплектация уже традиционно для Arcturus по-настоящему жирная. Есть сам привод, механа, дополнительные модули для приклада, механические прицельные приспособления, крышка для трубы приклада, имитация патрона, внутри которой находится инструмент для регулировки как раз-таки предзвода пружины. Переходник с тайми на Т-коннектор, шомпол, патч, магнит, инструкция, сертификат проверки качества и каталог Arcturus. С точки зрения материалов картина следующая. Из алюминиевого сплава дульник, цевьё, оба ресивера, рукоятка заряжания, спусковая скоба и труба приклада. Из стали здесь кнопка сброса затвора с задержки, кнопка сброса магазина, переключатель режимов огня, складная часть приклада и фиксирующее кольцо. И это хорошо, потому что это важный нагруженный узел. Из пластика, разумеется, пистолетная рукоятка даст кавер, магазин и приклад. Дульники у модели отличаются, у длинной версии он самый обычный и чем-то напоминает Birdcage. У короткой версии он похож на свинку кац, но тоже лишь похож. Цевьё облегчённое с M-Lock интерфейсом, сверху есть планки Picatinny и M-Lock слоты. Это удобно, потому что хватает всё-таки удобнее за более тонкое цевьё, а если нужно поставить какую-нибудь камеру для съёмки попаданий шаров или фонарик, здесь есть где нужно респланки. Верхний и нижний ресивер в целом стандартные для приводов М4 серии, из маркировок слева есть кат и серийный номер. Но вместо обычного хвоста под трубу приклада у обычной M-ки здесь стоит планка Picatinny, как это сделано, например, у SIG MCX. И складное основание приклада как раз-таки крепится за эту планку. И с этим связана ещё одна крутая фишка для CQB. Если закрепить приклад на нижнюю часть планки, то получится, так сказать, штатный дропсток. То есть приклад будет посажен ниже и в таком положении будет намного удобнее использовать защиту лица. А в CQB защита лица очень важна. Сам приклад стоит телескопически с шестью позициями для фиксации. Складывается приклад влево, и чтобы его сложить, его нужно будет как бы подать вверх и сложить. Чтобы разложить, нужно будет также подать вверх с небольшим усилием и разложить. Кстати, приклад здесь прикольный и даже двухсоставной. Базово аккумулятор располагается, как обычно, в трубе приклада. И доступ к отсеку с аккумулятором здесь максимально удобный. Жмём вот эту кнопку и смещаем пятку вверх. А вот нижняя часть приклада съёмная, и её можно поменять или на короткую, или на более длинную. Или вообще поставить увеличенный отсек для аккумулятора, у которого тоже удобно открывается пятка. Это на самом деле прикольное и даже удобное решение. И лично я поставил бы сюда вот такую короткую пятку. На самом прикладе есть два гнезда для быстросъёмных антабок, а сверху петля для ремня. Пятка приклада прорезинена. Рукоятка заряжания стоит обычная, и если за неё потянуть, то с помощью магии открывается доступ к регулировке хоп-апа. А шторка встаёт на задержку, чтобы вам было удобнее. Если нажать на кнопку затворной задержки, то шторка закрывается. Опять магия. Спусковой крючок стоит прямого типа, скоба похожа чем-то на МакПул. Переключатель режимов огня обычный и находится только слева, а кнопка отмыкания магазина только справа. Пистолетная рукоятка просто бомба, потому что по форме она похожа на МакПул К2, но угол ещё более прямой. И это на самом деле очень удобно, если вы стреляете вот так с верхней позиции. Вам не выламывает кисть, как это обычно бывает с обычной рукояткой. А если вы сейчас скажете, что вот так вот стрелять совершенно неправильно и нужно стрелять именно только вот так, видимо вы никогда не играли в CQB. Как я уже сказал, в комплект входят механические прицельные приспособления с возможностью регулировки по высоте. Но я знаю, что вы по-любому сюда поставите какой-нибудь коллиматор. Комплектная механа, кстати, не простая, а с переменной ёмкостью с 30 до 130 шаров. Переключатель спрятан и чтобы до него добраться, нужно снять пятку, выбить пин и извлечь основу. Ещё есть одна прикольная фишка, у спусковой скобы есть отверстие для сброса антиреверса. Это нужно, чтобы вы расслабляли пружину после того, как вы интенсивно постреляли одиночкой. Это можно сделать вот этим инструментом из гильзы или чем-то тонким и крепким, то есть любым тонким, острым, крепким инструментом. Сама сборка привода очень хорошая и верхний и нижний ресивер сидят плотно, как будто бы их посадили на мэджик пин, без люфтов. Но мэджик пина здесь по сути нет. Приклад, можно сказать, почти монолит с таким минимальным люфтом. Магазины тоже в целом сидят хорошо, но небольшой люфт есть. С точки зрения веса картина получается немного интересная, потому что вес у 10-дюймовой версии всего 2 килограмма 300 грамм, а у более короткой версии, как ни странно, на 50 грамм больше. Опять какая-то магия или, возможно, дело в дульном устройстве, которое здесь немного более массивное. В руках и та и другая модель лежат просто прекрасно. Когда держишь одной рукой за рукоятку, особо вперед не клюет и, в принципе, развесовка где-то по центру. Ладно, погнали смотреть, что там внутри и, наконец, разбираться, что это за такая механическая регулировка предзвода пружины. Кстати, производитель говорит, что с этими М-ками можно смело использовать 11,1-вольтовые аккумуляторы и внутрянка к этому готова. Как я уже сказал, внутри этих М-ок стоит сплит-гирбокс и с его разборкой есть некоторые нюансы, потому что здесь важна последовательность. Первым делом нужно обязательно сбросить антиреверс, потом с усилием выбить задний пин, затем подать верхний ресивер за рукоятку взвода вперед и только после этого ресивер располовинится на манер, как это обычно бывает у огнестрельной М-ки. Основной смысл сплит-гирбокса, насколько я это понимаю, это в удобстве обслуживания, потому что, например, можно полностью перебрать цилиндропоршневую группу, вообще не разбирая блок с шестернями. Или наоборот, перебрать блок шестерней, вообще не запариваясь за то, что в блоке ЦПГ стоит пружина. И прежде чем дальше перечислять всю внутрянку этого гирбокса, я, естественно, расскажу про главную фишку, а именно про функцию механической настройки предзвода пружины с помощью секторной шестерни. И сразу скажу, что настройку вообще можно производить, не разбирая блок шестерней, как раз-таки с помощью вот этого инструмента, который был спрятан в пластиковую гильзу. Но чтобы вы смогли все это дело рассмотреть нагляднее, покажу в разобранном виде. Вот так здесь выглядит секторная шестерня, и от обычной она, по сути, отличается внутренней частью, которую можно как бы прокрутить, изменив положение выступа, отвечающего за отсечку одиночки. Вращается эта серединка с помощью вот этого инструмента, прожимая подпружиненную лапку. А для удобства ориентирования, насколько вы прокрутили внутреннюю часть, здесь есть деление. И основная суть в том, чтобы сместить выступ, контактирующий с отсекателем одиночки, так, чтобы после цикла поршень остался во взведенном положении. В моем случае, если выставить выступ на 12, то получится самая быстрая реакция на спуск, потому что поршню остается только сорваться. Но, как вы понимаете, это имеет смысл только при стрельбе одиночкой, потому что на очереди все равно будет прокручиваться весь цикл. Я знаю, что функция предвода пружины есть и на других приводах, но обычно она там реализована с помощью электроники. А здесь все это дело работает с обычной контактной группой или вот с таким микриком. Из минусов, чтобы найти это оптимальное положение, вам нужно будет немного покопаться с настройкой, чтобы поймать его в вашем приводе. Насколько эта штука, в принципе, актуальна, мне сейчас судить сложно, потому что этим нужно попользоваться какое-то время. Но это точно что-то новое в Aego и такого, если честно, я раньше вообще не видел. А в остальном, внутрянка это сплит-гирбокс ARC V2 с подшипником открытого типа и втулками. Сами шестерни здесь 18 к 1 с шиммингом и в целом стандартные, но с измененной секторной шестерней с возможностью регулировки. Если хотите, ее можно просто поменять на стандартную, просто убрав эту функцию. Мотор стоит Bonded Neo 24K High Performance, но он не особо тяговый. Поршень полимерный, со стальной гребенкой и подшипником. Голова поршня вентилируемая, с одним уплотнительным кольцом. Цилиндр стальной, с отверстием. Голова цилиндропластиковая, с уплотнительным кольцом и резиновым демпфером. Направляющая пружина стальная, быстросъемная. Пружина стальная, равномерной навивки. Tappet усиленный, V2 типа. Микропереключатель KV70, обычный для приводов Arcturus. Проводка, кстати, стоит с тканевой оплеткой в месте перехода из корпуса в трубу приклада. И в базе здесь стоит T-коннектор. И такая оплетка, потому что приклад складывается, вообще на самом деле важна. Отсекатель одиночного огня стоит стандартный. А вот так выглядит рычаг сброса антиреверса, что тоже необычно. Стволик, в принципе, хороший, с хорошим окошком для довилки. Hop-up полимерный, роторный Arcturus RS. Резинка стоит мягкая, пупырю резинки с двумя точками контакта. В качестве выводов можно сказать, что это точно очень удобный с точки зрения внешки и развесовки МКИ с довольно интересными фишками внутри. Например, гирбокс, который с одной стороны упрощает обслуживание, но с другой стороны требует монолитности корпуса. И с этим здесь все на самом деле хорошо, потому что детали подогнаны хорошо и корпус в целом монолитен. К минусам можно отнести только немного замороченное располовинивание ресивера. Необычной фишкой, конечно же, является механическая настройка при взводе пружины, которая позволяет увеличить реакцию на спуск при стрельбе одиночкой. То есть после нажатия на спуск шарик из привода вылетит быстрее, нежели в варианте, когда необходимо внутреннему механизму сделать полный цикл. Складной приклад это, разумеется, прикольно, потому что так перевозить привод намного удобнее. А еще прикольно, что приклад здесь с одной стороны съемный на респланке, и вместо него можно поставить другие приклады без всяких проблем, и сам приклад модульный, и каждый может настроить как ему нужно. И тут даже есть вариант с местом под более емкий аккумулятор, что на самом деле очень актуально, если вы собираетесь спамить одиночку. А спамить одиночку вы здесь точно захотите, потому что, как я уже сказал, здесь есть функция предзвода пружины, и она раскрывается как раз-таки именно на одиночке. В остальном это уже привычные МКи Атарктурус, которые продаются в магазине Airsoftrus. На этом я, пожалуй, закончу. Предлагаю обсуждать видео, как обычно, в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами был Евгеньевич, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok